Почему нарцисс портит все праздники? Вы наверняка встречались, если вы находитесь в отношениях с нарциссом, что когда едешь на какой-то отпуск, на какое-то путешествие, он начинает портить все путешествие. Когда у вас какой-то праздник, собираетесь во всей семье, он все портит. Почему он всегда так поступает? Меня зовут Евгений Мастеев, я психиатр и психотерапевт. И сегодня мы с вами разберемся с такой очень важной штукой. Во-первых, почему нарцисс всегда портит любые праздники, почему то время, которое как будто бы предполагает получение удовольствия, приводит к какому-то такому времени получения и страданий. И самое главное, как себя вести, чтобы, несмотря на любое поведение нарцисса, вы все-таки не лишались того праздника, который вы себе запланировали. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и мы с вами начинаем. Почему же нарцисс портит праздник? Просто потому, что нарцисс привык к тому, что он центральная фигура в ваших отношениях. Как правило, если ты находишься в отношениях с нарциссом, то ты очень быстро понимаешь, что все проблемы ваших отношений это проблемы нарцисса. Все его увлечения это то, чем увлекаетесь вы в этих отношениях. Все какие-то заботы это в основном его заботы. То есть все внимание переводится на нарцисса, он получает от вас нарциссический ресурс и он является центральной фигурой. И вот представьте, какой-то праздник, какой-то отпуск, какая-то поездка куда-то к друзьям. Всегда это предполагает, что люди начинают уделять много внимания друг другу и его привилегированное какое-то положение, оно соответственно низвергается. То есть он начинает чувствовать себя менее значимым, что для него просто болезненно. Представьте себе, что, скажем, женский день и вас все поздравляют ваши друзья, ваши подруги, знакомые, а вот он обделен вниманием. Более того, ему нужно поздравлять вас и таким образом показывать, что он как будто бы менее значимый, чем вы. Или, предположим, у вас день рождения, или вы едете на день рождения какого-то его друга, коллеги, скажем. Все, опять же, внимание уделяют этому человеку. Или там какая-то свадьба. На свадьбе все внимание уделяется, соответственно, жениху и невесте. И внимание всегда не на нем. И любой праздник он болезненно переживает, как такой вот, знаете, как будто бы с точки зрения нарцисса все равно все внимание всегда на нем. Он всегда думает о всем, что происходит вокруг него, о том обществе, в ключе того, что он центральная фигура. Только если ему внимания не уделяется, то он это воспринимает так, что все замечают, что я сейчас никчемный. То есть сейчас не все обращают внимание на именинника и все его поздравляют. А сейчас все специально меня игнорируют, как бы отвлекаясь на этого именинника. А меня таким образом просто унижают и показывают мне, какой я ничтожный. Но в связи с этим нарцисс может начать себя как-то вести таким образом, чтобы, так сказать, слить праздник. Он может, предположим, начать его саботировать. То есть он начинает как-то проявлять такие виды пассивно-агрессивного поведения, как, например, опаздывание. Неправильно он там долго собирается. Если он там был за рулем, он специально не туда заехал, чтобы вы опоздали. То есть вот он начинает как-то просто все вытормаживать. Он ведет себя, он начинает говорить, что ему плохо, он как бы, как называется, сказаться больным. Он притворяется, что он больной. Ну, вернее, может быть, в самом деле он себя плохо чувствует. То есть он начинает просто портить весь праздник. Везде, где можно что-то решить, он находит вместо решения проблему. Другая ситуация, он может, в принципе, как-то взять и куда-нибудь исчезнуть. Ну, знаете, когда, предположим, у вас какой-то праздник состоит из нескольких каких-то вот, не знаю, этапов. И он где-то говорит, мне сейчас нужно на 5 минуточек отойти домой, мне нужно там, скажем, переодеться. И вот он пропал там, не знаю, на 3-4 часа. То есть он всех тормозит. И получается, он, во-первых, ожидает, что вы пойдете себе дальше праздновать. Тогда он потом будет такой, знаете, мученической жертвой, которую все оставили и не дождались. Либо он просто заставляет вас как бы страдать, чтобы вы меньше праздновали, чтобы вы больше внимания уделили ему. То есть для нарцисса очень важно, чтобы на него было обращено внимание во время праздника. Даже если это внимание не в хорошем ключе. То есть если он начинает портить всем праздник, то на самом деле в этот момент он получает то, что для него очень важно. Он получает внимание. Да, пусть все окружающие показывают, что им не нравится его поведение. Но самое главное, что его замечают, его видят. Он в этот момент существует. Если вы понимаете, что ваш партнер это как раз-таки тот человек, который будет портить праздник. Вы знаете это на основании вашего предыдущего опыта. Очень важно, чтобы у вас был какой-то свой план. Как вы все равно будете праздновать. Как вы проведете этот день или эти выходные. Так, чтобы это не зависело от его поведения. То есть, чтобы ваша стратегия была по типу собака лаян караван идет. То есть, если он начинает вдруг как-то вот обижаться. Или вдруг у него там что-то живот скрутило. Или вдруг у него плохое настроение. Он какой-то обиженный на кого-то. Или не знаю, начинает что-то ворчать. Там начинает как-то какие-то, знаете, бывает они еще начинают какие-то такие злые неприятные шутки отпускать. Такой вроде как сарказм такой очень неприятный. Что просто людям испортить праздничное настроение. В такой ситуации вы должны понимать, что у вас должен быть какой-то план Б. Если вы понимаете, что этот человек, ну вот он с очень большой вероятностью будет портить тот праздник, на который вы собираетесь идти. Было бы неплохо подумать, как бы в общем провести праздник с ним отдельно. То есть, если вы понимаете, что это человек, который постоянно портит все праздники. То в такой случае вы не сможете и удовлетворить и его потребности, и свои. И вам нужно просто понимать, что здесь ваши потребности с ним расходятся. И скорее всего вам нужно провести этот праздник с людьми, с которыми вы, ну что ли, больше на одной волне. Люди, которые вас поддерживают, люди, которые вас принимают. Люди, с которыми вам будет, ну что ли, более приятно проводить это время. А еще помните, что любой праздник это как очень хороший повод для того, чтобы улучшить отношения с каким-то человеком. Так и очень хороший повод для того, чтобы, ну возможно их ухудшить. Поэтому нужно себе понимать, что вот если вы с человеком, про которого вы знаете, что вы с ним ездили в отпуск, и он там себя вел как свинья. Потом вы пошли на какой-то праздник, он там всем перепользует настроение. И вы с ним опять планируете куда-то вот идти. То скорее всего ваши отношения от этого испортятся еще больше, чем если вы просто не пойдете с ним вместе на этот праздник. Поэтому вам нужно понимать, что есть такая категория людей, которые просто вот такой, знаете, вот компанийский вонючка. Это человек, который попадая в компанию, начинает всем портить настроение, потому что это, ну единственное, чем он как бы может выделиться. Это то, ну как он себя проявляет вот в любом обществе. Поэтому я желаю вам общаться с такими людьми, общение с которыми делает вас счастливее, потому что, знаете, страдать как-то можно и в одиночку. Для этого не нужны какие-то помощники. Напишите, пожалуйста, в комментариях, был ли у вас такой опыт, что вот ваш партнер постоянно портил каждый праздник, вот все какие-то, не знаю, посиделки. Он всегда ввел себя так, что когда вот вы, чем более лучший праздник какой-то или вылазку, какой-то отпуск вы планировали, тем она была хуже, потому что этот человек постоянно ее специально портил. Напишите, пожалуйста, в своем опыте, это всегда очень важно для меня. На этом все. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк, поделитесь им в своих соцсетях, чтобы ваши друзья его посмотрели. Подпишитесь, конечно, на мой канал, если вы вдруг не подписались. Не забудьте про колокольчик. Берегите себя и своих близких. И до встречи в следующих выпусках.